Вятка Тудэй Крыса на свободе, вернее грызуны на улице Свободы Вот так вот прямо выгрызываем, пришлось спиливать Ревизора снова снимают в Кирове, теперь же проверяют квартиры Вообще ничего туда не вдувают, вы что, как строите, да, хуй, а? Выясняем, держит ли свои обещания кировская теплособжающая компания Эта яма засыпана И эта Тоже засыпана песочком От чего такого кировского пришел в восторг Стивен Кинг? Пристроим вместе двух милых щенков Начнем программу с братьев наших меньших Но не окуней вроде Григория, а еще более меньших и еще менее братьев Короче, с крыс На улице Свободы, как сообщают кировчане, завелись крысы Причем они такие обстоятельные, ходят по гостям, вламываются в квартиру, такие Здрасте, где у вас насыпано, что можно поесть? В общем, Оксана Стяжкина съездила и пообщалась с очевидцами Ну как вам такая картина? Не очень Мне нравится помойка Как разваленный дом, пейзаж так себе Не очень смотрится, когда рядом с хорошей школой есть какая-то мусорка Не только школьники недовольны такой свалкой в центре города, но и жильцы дома номер 139 по улице Свободы Именно рядом с этим домом она находится уже не первый год По словам женщин, им стыдно смотреть на такой беспорядок, который появился из-за заброшенных домов Здесь стояли столетняя давность Вот видите, один дом стоит, он уже горел Этот, видите, тоже горел Обугленный Здесь еще один дом стоял Это ужас И снесут эти дома в конце концов Страшно смотреть И страшно смотреть Как говорят активные жительницы, эти неснесенные дома стали общественным туалетом Начнется сезон садово-огородный Значит, туалет у нас тут Все, так они идут Тут, значит, по своей Вон, видите, уже торчат Уже торчат А вот Тут туалет Дышать вообще нечем, если ветер идет Но самое страшное, что из-за этой свалки в квартиры жильцов стали забегать крысы У Татьяны Олеговны они погрызли двери в квартире У меня было, я дверь спилила Видите, вот еще осталось Вот так вот проведи Вот так вот прямо выгрызла Пришлось спиливать И она, я ее тут гоняла Чем могла И некуда было деться Она заскочила в туалет Вы закрыли дверь? Да, я закрыла туалет И так она начала грызть дверь И куда только не обращались жительницы с просьбой Убрать заброшенные дома и навести порядок Кошкин Быков Прокуратура Тишина Женщина надеется, что их проблема не останется незамеченной И на месте свалки появится парк Нам бы хотелось, чтобы кто-то все-таки обратил внимание Мы согласны и сами посадить деревья И все, ну дайте нам территорию Снесите вот этот вот гадюшник Надеемся, что после нашего сюжета Служба, ответственная за благоустройство города Обратит внимание на проблему Возле дома номер 139 по улице Свободы Оксана Стяшкина Специально для программы Вятка Тудей Несколько дней назад Оксана Стяшкина снимала сюжет В котором сотрудники КТК превратили двор прямо в месиво И во время съемок сюжета Она позвонила специалисту пресс-службы И там пообещали, что ситуацию исправят Ну мы, конечно же, доверяем, но проверяем И возвращаемся на место съемки Чтобы узнать, исправили ребята то, что наделали или нет Держат ли они слово Но, судя по названию рубрики, порадовало Мы сейчас проколемся Ну, короче, держат Но все-таки сюжет посмотрите Хороший 26 апреля мы рассказывали вам про раскопанный двор На улице Советской, 71 Пройти по двору и не заморать обувь просто невозможно Как говорят жильцы, всему виной Кировская типоснабжающая компания В сентябре у нас порвало трубу в очередной раз Все эти отмостки сломали Вот такой участок трубы поменяли Землей завалили, уехали Больше не возвращались к этому Никто ничего не восстанавливал Сегодня мы снова приехали в этот двор Чтобы проверить обещание КТК Как они сказали, в течение нескольких дней Яма будет засыпана Там, где проводились работы Соответственно, в тех местах будет проведено Поговорить То есть уже на этой неделе? Да, да, да Ну что, проверяем Эта яма засыпана И эта Тоже засыпана песочком Сколько засыпали песком после нашего приезда? Тордецам, может быть, на следующий день Ехала машина, а не сюда, вонюля Лучше ли стало в дворе, когда посыпали песочком? Конечно, лучше Рады ли вы, что хотя бы песочком засыпали? Конечно Но этого мало Что бы еще хотелось? Ну как что? Хотелось бы, чтобы благоустроили торты Освободить хотя бы немного Вот яму ликвидировали Да, и все Хорошо сделали А когда будут, это делать Значит, без сапога нельзя Ботинках-то пройти невозможно Надо сапоги одевать было Можно в ботинках? А сейчас можно приходить ботинками То, что песком засыпали ямы Это, конечно же, хорошо Но мы надеемся, что совсем скоро Здесь появится новенький асфальт Ну или хотя бы щебень Оксана Стяжкина Специально для программы Виатка Тудей Ну а сейчас мы вам покажем видео Как ураган срывает крышу Прямо в Кирове Стойте, не переключайтесь Я понимаю, это видео всех поддостало Но у нас особенный ролик Дело в том, что его кировчанин снял на китайский порченый видеорегистратор И в итоге получился реально фильм ужасов Мы не монтировали там ни одного спецэффекта Просто добавили музычки для атмосферы И так Стивену Кингу нравится Кингу нравится Стивен ужасается Стивен ужасается ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, а теперь позволю себе немножечко дать боярского. Щенок! Щенок! Кому-нибудь из вас не нужен? В рубрике «Пристроим вместе». Сегодня ищут новую семью два очаровательных малыша по кличке Кузя и Гуля. Этим милым малышам около двух месяцев. Их подбросили несколько недель назад в коробке. И теперь они живут у волонтеров и ждут новых любящих хозяев. Девочка поспокойнее, мальчик чуть поактивнее. Но это и понятно, что он будущий охранник. Большие не они выросли? Среднего размера примерно до колена. Я думаю, таких маленьких можно в семью с детьми, чтобы росли дети и собачки сразу вместе рядом. Чтобы их любили, воспитывали. Если вы хотите стать хозяином для одного из этих малышей, звоните по номеру, указанному в нижней части экрана. Номер телефона 8-912-823-8401. И на сегодня это все. Если у вас есть интересные новости, присылайте их в нашу редакцию. У нас есть электронная почта, у нас есть номер телефона. Звучит он как 54-18-19. У нас, в конце концов, есть голубиная почта. Пишите на голубе адрес Октябрьский 120. Лично в руки Роману Корнееву долетит. Почитаю. Ну а на сегодня это все. В студии был опять же Роман Корнеев. Увидимся завтра. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова